К нашему эфиру присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, как всегда, рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер, с праздником. И вас с праздником, Александр. Благодарим. Мы только что посмотрели сюжет, который подготовила наша коллега об освобождении мужчина. Это действительно стало таким очень важным моментом, так сказать, началом конца нашего противника. И это действительно достаточно исторический момент. Это понимали вооруженные силы Украины, это понимали аналитики мировые. А понял ли это наш противник? Потому что иначе, если, мне кажется, осознавали бы, насколько четко и насколько эффективное сопротивление оказали вооруженные силы Украины в тот момент, еще без того количества вооружения, которое, к примеру, сейчас есть в арсенале вооруженных сил Украины, благодаря нашим партнерам, возможно бы, ну, несколько пыл бы охладел или все-таки нет? Мы видим, что они действительно тогда этого не осознавали. Это очевидно, иначе бы они уже давно бы ушли с территории Украины, абсолютно со всех территорий. И с Крымой, и с Донецкой области, и с Луганской. Но этого не происходит. Они продолжают затягивать войну. Поэтому они считают, что их в перспективе может ждать какое-то окно возможностей, которое позволит расширить количество оккупированных территорий, или улучшить свои позиции, или заморозить ту ситуацию, которая сейчас складывается в зоне боевых действий с той линией фронта, которая есть. То есть они рассчитывают на какое-то, ну, давайте говорить прямо, на какое-то авось, классическое такое российское авось, что-то изменится в мире, или не только в мире вообще. И мы сможем сохранить хотя бы те оккупированные территории, которые захватили. Но этому никогда не бывать. Вооруженные силы российских оккупантов, как вы сказали, надеются на авось. Вооруженные силы Украины постепенно эволюционируют в довольно серьезную военную силу, несмотря на то, что некоторые рейтинги ставят вооруженные силы Украины намного ниже, чем российские. Вот есть такой рейтинг Global Firepower, о котором вы также, кстати, писали у себя в Телеграм-канале. По вашему мнению, все еще почему мировые аналитики оценивают украинские военные силы намного ниже, как я понимаю, в качестве, в многих других аспектах, чем российские оккупационные силы? Для таких рейтингов используются довольно-таки упрощенные формы подсчета этой Firepower, то есть мощи, милитарные компоненты. Например, одним из основополагающих, решающих таких элементов определения топа стран по Firepower является ядерное оружие. Если у страны есть ядерное оружие, она автоматически попадает в этот топ. То есть она не будет где-то в третьем десятке или пятом десятке. Она будет именно среди топовых стран. Второй момент – это опять-таки по родам войск. У России довольно-таки мощный флот по количеству и по типам кораблей. У Украины флота нет. Поэтому Россия уже имеет возможность на основании этих фактов быть выше Украины на целый ряд позиций. Следующий момент – это уже количественный. Даже по состоянию на сейчас, даже после тех катастрофических потерь, которые понесла российская оккупационная армия в Украине за последние полтора года, у них довольно-таки серьезный, существенный потенциал по авиации, по истребителям, по ударным вертолетам, по транспортной авиации. Кроме этого, можно перечислять еще долго каждую позицию. То есть по количеству, да, кажется, что Россия, она занимает заслуженное место. Но с другой стороны, по качеству мы видим, что имея весь этот потенциал, имея все эти рода войск с этим количественным превосходством, Россия не достигла против Украины, которая по сравнению с Россией, ну, маленькая страна, с довольно-таки ограниченным ресурсом военно-технического порядка, а Россия не смогла достигнуть каких-либо своих целей за полтора года. И более того, проигрывает. А на некоторых плацдармах позорно. Ну, например, в Черном море. Опять-таки, возвращаясь к вопросу флота. На Черном море Россия проигрывает морской бой, будучи страной с флотом, стране, у которой флота нет. Казалось бы, парадоксальная ситуация, уникальная ситуация. Но как оно есть, так оно есть. Они проигрывают морской бой, стране, без флота. Ну, и так можно по многим пунктам пройтись. То есть, учитывается именно упрощенное количество и прочие показатели. Но глубокой аналитики не проводятся. Протяжение Украины в войне действительно невероятное. Несмотря на сложности с логистикой и мощную российскую оборону, вооруженные силы Украины продвигаются вперед и готовят почву для большого прорыва осенью. Об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на военных аналитиков. Издание отмечает, что задача перед украинскими войсками стоит монументальная. Потому что продвигаться вперед трудно из-за многослойных и мощных оборонительных линий армии России. Журналисты подчеркивают, что переход на стандарт вооружения НАТО из советских для стран бывшего соцлагеря занимал десятилетия. Тогда как в Украине это произошло практически за ночь под постоянными обстрелами с недостаточными объемами помощи. Услышим цитату и продолжим обсуждение темы. Пока ни одна другая армия в мире не использует такое разнообразие советского, трофейного, российского и западного вооружения. Вызовом является даже поставка боеприпасов. Кроме того, надо поддерживать всю эту технику в боевом состоянии. И несмотря на это, Украина решает логистические вопросы гораздо лучше, чем мог бы представить любой аналитик. Если ВСУ смогут этой осенью прорваться к Азову и, возможно, освободить Крым, то они сделают что-то грандиозное. Резко сократят фронт боевых действий. Из статьи Forbes. И вот хотелось бы с вами обсудить ваше мнение по поводу обучаемости нашего противника. Потому что мы подчеркивали в эфире, и наши гости говорили о том, что не жалеют людей, не жалеют личных составов. И действительно, абсолютно не считают, сколько уже погибших, потому что еще есть резерв. Но ведь этот резерв, с другой стороны, необходимо обучать. Вот насколько этот резерв, который, например, не имеет боевого опыта, может быть готов к вооруженным силам Украины, которые постоянно обучаются и которые переходят на новые стандарты вооружения? На сегодняшний день перед российским командованием стоит довольно-таки четкая задача. И эта задача не захват новых территорий и даже в какой-то степени уже и несохранение тех, которые они временно контролируют. Основная задача для российских оккупационных войск – это максимальное затягивание войны в обороне. То есть они готовы вести оборонного типа действия, затягивая максимально, затягивая продвижение торможа, продвижение сил обороны Украины. Тот ресурс, который есть на сегодня у России, его недостаточно для того, чтобы наступать по широкому фронту, захватывать области. Я там слышал о походе на Харьков, захват Харькова 2.0 или даже возникали такие интересные вбросы о том, что Николай у Одессы приготовится. Скоро будем вас освобождать. Вот подобного рода феерии фантасмагерические, нездоровые, они не имеют под собой абсолютно никакого основания. Поскольку у России попросту нет возможности этого всего сделать, продвигаться и захватывать эти территории. Но у России есть возможность ресурсам, людским ресурсам, техническим ресурсам, с хранения, с консервации, снимая технику и не только, наполнять так временно оккупированные территории, чтобы затягивать войну в обороне. Да, они ее не могут эффективно держать, это правда. Они, имея гипертрофированно усиленные линии обороны, не могут их полноценно сдерживать, имея при этом даже еще и количественное превосходство. Ведь, например, в Запорожской области у российских оккупантов почти 100 тысяч личного состава. А они не могут удержать в обороне свои позиции против группировки, которая более чем в три раза меньше их общего количества. То есть мы наступаем в более чем в три раза меньшим количеством, и мы их выдавливаем. Вы знаете, исходя из выставки «Армия-2023», российский оборонно-промышленный комплекс постепенно пытается, наверное, сделан именно на этом слове акцент, каким-то образом, ну скажем так, быть под стать современной войне, начатой, собственно, Российской Федерацией против Украины. Танки с наваренными, как говорят в народе, мангалами, обилие разномастных абсолютно беспилотников и многого другое. Но что самое главное, в основном это российское производство, как вы также пишите у себя в телеграм-канале, ну, не всегда качественное, очень мягко говоря. Украина же использует довольно широкую классификацию вооружения, советского модифицированного вооружения, вооружения государств НАТО. И тут, как моя коллега также ранее говорила, важность использования такого вооружения состоит, в принципе, в обучении. Вы и как аналитик, и как человек, общающийся с военными украинскими, насколько этот аспект, он тяжел для вооруженных сил Украины. И, в принципе, как использование, ну, довольно широкой классификации оружия от советского модифицированного до НАТО, в принципе, влияет на саму парадигму войны. Что ж, очень интересный момент. Да, конечно, человек, который привыкает к советским образцам техники, те же самые БМП-1, БМП-2, БМП-3, опять-таки, танковая линейка, начиная от Т-64 и даже заканчивая Т-90. Ведь, по сути, Т-90, которые сейчас у нас есть, трофейные. Это модернизация Т-72Б конца 80-х годов. Ни больше, ни меньше, причем не самая лучшая модернизация, следует отметить. Тот самый случай, когда модернизация старого советского танка привела к тому, что новый оказался хуже, чем старый. По ряду показателей. Но вот что самое интересное. Когда наши военнослужащие, например, впервые отправлялись на обучение гаубицам М-777, или когда отправлялись даже на обучение таких сложных, казалось бы, систем зенитно-ракетных комплексов Патрио и так далее и тому подобное, они всегда завершали процесс обучения намного раньше, чем сроки какие-либо отводили наши международные партнеры. Ну, отводится, например, неделя для освоения, или три недели для освоения М-777 гаубицы. Наши артиллеристы осваивали ее за неделю, знали уже досконально. Отводились там 3-4 месяца на освоение ЗРК Патриот. Наши уже осваивали ЗРК Патриот за два месяца. И когда эти Патриоты были развернуты в Киеве на боевое дежурство, то фактически началось это боевое дежурство. С чего? С уничтожения неуничтожаемой, казалось бы, Х-47М2 Кинжал, которая, ну, сейчас уже мы просто понимаем, что достаточно такая себе среднестатистическая цель для Патриота. И это доказали наши операторы. Не американские, не немецкие, не другой какой-либо страны, а именно украинские операторы ЗРК Патриот. Поэтому сроки всегда намного меньше. И это обусловлено вот с чем. Во-первых, у нас серьезный опыт в вопросах выхода из нетрадиционных ситуаций, из нетрадиционных каких-то поломок и адаптации даже в условиях поля, в полевых условиях. То есть мы очень хорошо осваиваем техническую компоненту, когда что-то нужно починить, когда в чем-то нужно разобраться. Это на очень высоком уровне. У нас за эти годы, по сути, война у нас длится 9 лет. Давайте говорить, как оно есть. Полномасштабная с 1922 года, гибридная с 1914. И многие моменты, они взращивали в нас этот опыт, в наших военных. И еще один момент. В большинстве своем западные образцы техники, ну, они эргономичны и дружелюбны. Назовем это так. Если мы говорим о ЗРК «Патриот», то в отличие от советского С-300, у ЗРК «Патриот» довольно-таки эргономичный и дружелюбный интерфейс. Там действительно приятно обучаться данному комплексу. Если мы говорим о танке, то танк «Леопард-2» или, например, «Челленджер-2», ну, они эргономичны и размещение там экипажей, оно довольно-таки удобное. Даже «Леопард-1», который, ну, я очень часто критикую, но размещение в «Леопард-1» экипажа, несмотря на то, что там практически три человека находятся в башне, в районе башни, тем не менее они не испытывают дискомфорта. Эргономичное размещение и удобство управления и оперирования внутри танка. Чего нельзя сказать о советских образцах. Поэтому даже вот эта компонента удобства и дружелюбность освоения, они влияют в том числе и на скорость освоения этой техники. Александр, еще один аспект. Вот вы вот перед тем, как прервалась у нас связь, начали, говорили о, в том числе, о акватории Черного моря и о том, как оно постепенно становится, скажем так, Россия там не может уже безнаказанно господствовать. Вот таким образом скажу, не так давно на сайте Responsible Starcraft вышла статья, которая называлась «Почему Черное море становится эпицентром войны против Украины?» Как раз говорится о том, что Российская Федерация теряет постепенно вот этот статус такого гегемона в акватории Черного моря. Вооруженные силы Украины наносят в том числе удары беспилотными надводными дронами по большим десантным кораблям Российской армии, ВМФ Российской Федерации. Каким образом, ныне, вот можете объяснить нашим зрителям, в том числе, государство, у которого, к сожалению, нет своего флота, достаточного, противостоит в открытую и, скажем так, не без успехов государству с довольно серьезными вложениями в свой флот? Да, действительно, ну, среднестатистический корвет это 250 миллионов долларов, например. А если мы говорим о большом десантном корабле проекта 775, так это вообще даже намного больше. По одной простой причине. Россия сейчас не может производить корабли такого проекта. И вообще в период Советского Союза они в основном производились в Данске, в Польше. Россия даже не может самостоятельно подчинить большие десантные этого проекта, если есть внутренние повреждения механизмов. Потому что большая часть из них – это именно польские. Польская механика. Польское оборудование и запчасти. Поэтому это вообще невосполнимая потеря, которую невозможно в суммах как-то оправдать. Но чем это обусловлено? А тем, что вот адаптация. Мы адаптировались к этим условиям. Мы стали осваивать те направления, которые мы не развивали до 2022 года. Безэкипажные катера оказались серьезной угрозой для страны, у которой, казалось бы, довольно-таки по показателям количественным неплохой флот, а в действительности количественные показатели, а качественные. Но это опять-таки, даже возвращаясь к рейтингам типа «файер пауэр». Имея флот, страна эта ничего не может сделать, за исключением, кроме как совершать по ночам террористические акты, обстреливая территорию Украины крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Но для этого сильно много ума не нужно. Это ракета с дальностью полета более 500 километров, тысяча и даже более, в зависимости от модификации. А потому, и скажу так, не важно, у кого флот сильнее, важно, кто использует имеющиеся, даже ограниченные ресурсы, максимально эффективно. Александр, и я предлагаю уже плавно приходить к следующей теме, которую мы также с вами хотим обсудить. За последние недели обменный фонд увеличился более чем на 200 российских пленных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. И по данным Главного управления, каждый пятый военный России из этих 200 покинул позиции, бросил оружие и добровольно сдался в плен вооруженных сил Украины. А это значит, что возвращать украинских защитников будет легче и быстрее. Вот на данный момент по программе «Хочу жить» в плен ежедневно сдаются от трех до пяти российских солдат. Всего за год получили более 22 тысяч обращений, отмечают в проекте «Хочу жить». Услышим цитату и перейдем к обсуждению. Те, кто добровольно сдается в плен, получают ряд преимуществ. В частности, возможность идти на обмен или остаться в плену до конца войны. Возможность просить убежище в Украине или некоторых странах Европы. Кроме того, условия пребывания в лагере более чем комфортны. В начале работе проекта многие россияне не верили, что такое возможно. Со временем они стали более осведомлены. И когда звонят по телефону сейчас, то даже выражают уважение относительно того, насколько Украина отличается от России, насколько разные народы и отношения к людям совершенно разные. Виталий Матвиенко, представитель проекта «Хочу жить». Удивительно, что для того, чтобы осознать правду об Украине, российским военным не только нужно увидеть, какой отпор могут дать вооруженные силы Украины, но и просто даже сдаться в плен, чтобы понять, в каких условиях, в принципе, могут содержаться военнопленные. Наверное, в таких условиях, которых военные, которых чествуют в самой России, даже и не снилось. Хотелось бы с вами о позитивных моментах, не только для вооруженных сил Украины, а в том, что российские военные самостоятельно сдаются в плен, но и для самих же российских военных. Какие есть положительные, позитивные моменты вот такого решения? Александр? Ну, сохранение жизни. Сохранение жизни. В первую очередь, это сохранение жизни для каждого этого российского оккупанта. Ведь, по сути, мы можем говорить о том, что те условия, которые предоставляет Украина российским оккупантам по сдаче в плен, ну, ни одна другая страна, я не помню, чтобы была практика реализации таких возможностей. Кроме того, мы видели очень интересный пример сдачи в плен пилота российского СМИ-8 АМТШ вертолета. Шесть месяцев велась такая операция, и более того, что интересно, семья этого пилота, она уже была в Украине, и ожидала, то есть это оказалось для самого пилота, который участвовал в этой операции, достаточно такая неплохая и очень хорошая альтернатива тому будущему, которое ждало, если бы он отказался, например, или остался в рядах российской армии. Да, и важен еще очень момент. В чем момент показатель? Мы предоставляем возможность сдаваться в плен не только тем рядовым оккупантам, которые находятся в поле по первой линии обороны. Мы позволяем сдаваться в плен даже тем, которые находятся в тылу, офицерскому составу, и пускай даже и не каких-то там занимающих высокого положения, рангов, но если ты, например, пилот вертолета, вот у тебя есть возможность. Открыт путь. К тому же, еще за это и вознаграждение получишь, между прочим. Кстати, пилот, который привел нам Ми-8 АМТШ, это на сегодняшний день одна из последних модификаций в России данного вертолета Ми-8. Россияне у нас небольшие со связью с Александром Коваленко, но, я так понимаю, так же спешит господин Коваленко еще на очередные эфиры. Тем не менее, говорю ему огромное спасибо. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Продолжение следует...